Конференция приурочена к миллениуму города, а потому пленарное заседание, с которого и начался масштабный четырехдневный проект, предваряла выставка изданий из фондов областной библиотеки Мини-Горького «Брест. Тысяча лет истории». Для участия в конференции приехали библиотекари, музейные сотрудники, архивисты, историки из Польши, России, Украины и Беларуси. Их общая цель – найти книги, которые когда-либо находились на территории Брещины и уже в цифровом виде вернуть издание жителям Центра Белорусского Полесья. Задача трудная, но выполнимая. Книги, которые связаны авторством, то есть написаны людьми, которые жили здесь, людьми, которые собирали эти книги. Но так случилось во время бурной истории. Эти коллекции, эти книги оказались далеко за рубежами нашей Брещины. И теперь они находятся в России, в Литве, в Украине, в Польше. Собственно говоря, цель наших конференций – найти эти книгосборы, ну и как минимум описать наше, так сказать, наследство в кавычках. И вторая цель этих конференций – вернуть эти коллекции хотя бы в оцифрованном виртуальном виде. Иными словами, это своеобразная попытка взглянуть на историю с точки зрения существования книги на территории Брещины. А потому работа пяти секций будет весьма напряженной. Изыскание многоплановой. История Бреста и области. Средневековый Брест – блок, посвященный книжной культуре. Отдельно прозвучит тема, волнующая многих – Брестская Библия. Я выступаю сегодня тут с выступлением Датышной Брестской Библии, с пытаниями ревитализации этого помника, табук вертания его у нашу рычаисность не столь физичного, коль кем ментального. Вертания феномена Брестской Библии у головы людей, вертания разумения значности и каштовности этого помника. И мне бы хотелось поговорить про практичные махчимости и керунки дальнейшей прации по популяризации книжной культуры Беларуси. За 10 лет конференция развилась и получила признание у специалистов книжной отрасли. И с каждым годом она становится все более популярной. В ближайшие планы сотрудников областной библиотеки имени Горького входит дальнейшее совершенствование проекта. Продолжение следует...